В Севастополе 1 июля прекращают работы пункты санитарного контроля. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба во вторник 30 июня. Глава городского правительства отметил, что эпидемическая обстановка в городе стабильна, а мощности медучреждений позволяют держать ситуацию с распространением опасной инфекции под контролем. Михаил Развожаев также отметил, что представители малого и среднего бизнеса исправно выполняют требования Роспотребнадзора по соблюдению мер санитарной безопасности. Я считаю, что с 1 июля мы можем ослабить режим и отменить особенности въезда в город Севастополь. То есть отменить работу наших блокпостов, которые достаточно эффективно себя продемонстрировали. Здесь я отдельное спасибо хочу сказать всем коллегам силового блока и Росгвардии, которые обеспечивали эту работу, и МЧС, и полиции, конечно же, прежде всего. Однако режим повышенной готовности в городе продлен до 31 июля, отметил Михаил Развожаев. Это позволит сохранить отдельные меры, которые приняты для обеспечения санитарной безопасности в социальных учреждениях. Это прежде всего наши мероприятия, которые мы ввели в учреждениях социального обслуживания. Все, что касается смены двухнедельной, особого порядка посещения социальных наших учреждений, это чтобы было понятно, прежде всего, дома престарелых и прочие наши группы социально незащищенные, которые компактно проживают, чтобы ни в коем случае не занести инфекцию, не организовать очаг. Поэтому вся работа социальных учреждений сохранится в таком ограниченном формате. При этом диспансеризация, профильные медосмотры по-прежнему пока не будут доступны гражданам. Работу возобновляют все организации, юридические лица, за исключением хостелов. Это единственный вид, так сказать, такого временного пребывания, где невозможно, в принципе, обеспечить никакую даже временную самоизоляцию и никакой там санитарный режим не даст эффекта. И в любом случае, это, так сказать, любой заболевший в хостеле сразу же, так сказать, приведет к множественным очагам неконтролируемым. Поэтому хостелы пока не открываются. С 1 июля заработают все развлекательные центры, детские комплексы, досуговые заведения и аквапарки. Что касается детского отдыха, то первые автобусы с юными севастопольцами отправятся на отдых в Евпаторию уже 3 июля. Глава департамента образования правительства города Елена Богомолова сообщила, что сейчас идет работа по подготовке детских лагерей к приему отдыхающих. Мы предлагаем лагерь горный с 14 числа заезд и с 15 числа лагерь Ласби. Почему? Потому что разрешение уже нашего территориального отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по Севастополю есть. Сейчас переданы документы в Республику Крым. А у нас пока МЧС еще не приехали, не посмотрели лагеря, потому что они ссылались на запрет со стороны прокуратуры. Но, насколько знаю, уже получили разрешение и должны выехать сейчас в лагеря Ласби годный. Михаил Развожаев поручил открыть севастопольские детские оздоровительные учреждения уже через неделю, 7 июля. Кроме этого, в городе начнут работать пришкольные лагеря. Их открытие запланировано на август.